На минувших выходных в городе прошел открытый чемпионат и первенство города по кроссу. Всего со стартовой позиции в розыгрыш призовых мест чемпионата включилось около 170 спортсменов. Представляли они ведущие школы города и района. Проверку готовности прошла и команда города из детской и юноской спортивной школы. Тут в основном выступают ребята с секцией лыжных гонок. Тут 98-95% с секцией лыжных гонок. Мы сами знаем, что занятия в розыгрышах прекрасная погода, солнечная погода, свежий воздух, пыли нету, поляна прекрасная. Вот здесь мы на этом месте регулярно тренируемся и летом, и осенью здесь тренируемся. Так что прежде всего это, естественно, агитация, здоровый образ жизни. Ну и естественно выявление сильнейших спортсменов, которые выступают за сборную города. Мы занимаемся несколько лет. Оксаровская молодая школа, считается, 2004 год открылся. И мы активно занимаемся каждым годом участвуем в лыжных гонках в Кумертау. И вот сейчас сезон начался у нас, проводятся первые соревнования. Я привез в Дюсюша, в Кургазинский район, с 11 учеников. Но занимаемся и также в этом году занимались летнее время, подготовкой занимались, чтобы участвовать на таких соревнованиях. Кросс – это неотъемлемая часть работы любого лыжника по набору нужных кондиций. Основная цель подобных соревнований – привлечение детей к занятию спортом. Это невозможно и без поддержки родителей. Так самому юному участнику соревнований было всего 4 года. В первое время родительская поддержка должна быть. Я и всем родителям говорю, что в любом случае надо поддерживать своих детей именно в направлении спорта. Пусть занимается и лыжная подготовка, биатлон, полиатлон. В качестве контрольной гонки были выбраны дистанции на 500 метров, 1 километр, 2 километра и 6 километров. Круг участники проходили один раз. Частота появления спортсменов на поляне зависела от возраста. Во всех стартах развернулась настоящая спортивная битва. По окончанию забегов состоялось торжественное награждение. Призеры открытого чемпионата и первенства города были награждены почетными грамотами и медалями. В конце спортивного мероприятия состоялся арбузник. Тренера, спортсмены и родители делились своими впечатлениями. Обсуждали успехи, достижения и строили планы на будущее. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Едим, едим, печеньки берем, арбузы берем.